Константина Георгиевича Паустовского можно назвать светилом русской литературы 20 века. Тот факт, что его книги известны и популярны за рубежом, говорит об огромном таланте писателя. Часть своей жизни Константин Георгиевич провел в Рязани и Рязанской области. Он проникся красотой Рязанской земли и буквально влюбился в Мещерский край. Сегодня в Солочи состоялись паустовские чтения. Представители общественности и власти вспоминали великий талант русского писателя. В этом году мы отметили 125-летие со дня рождения Константина Паустовского. Отрадно то, что, невзирая на эти годы, дети запоем читают его книги, потому что их привлекает именно красота, поэтичность русского слова. Потому что можно посмотреть на березку и пройти мимо равнодушно. А можно увидеть в ней необычайную тонкость, красоту и радость. Знакомство паустовского с Мещерой началось с изучения обрывка карты, в которой ему в булочной завернули хлеб. Одним из любимых занятий писателя было изучение географических карт и чтения лодца. Забыв о хлебе, Константин Георгиевич погрузился в карту, на которой заманчиво зеленело море лесов. Паустовский говорил, что после Мещеры он начал писать по-другому, проще, сдержаннее. Однако Константин Георгиевич приезжал в Мещеру не только за вдохновением. Тропа Паустовского отходит от порога Пожалостинского дома не случайно, потому что Паустовский более 20 лет прожил в доме Пожалостина. Паустовский не случайно оказался в Солочи. Первая жена его была из Рязанских, из Луховиц. И Солочи оказалась именно тем местом, где Паустовский соединил то, что он любил. Это непроходимые леса, которые остаются за спиной. И, переходя дорогу, перед нами открываются просторы заливных лугов. Длина тропы около 20 километров. И рассчитана она на один день пути. Тропа проходима в любое время года. Путешествовать по ней можно пешком, на лыжах и на велосипеде. Маршрут затрагивает село Полково, озеро Прутларина. Далее путь проходит на Черенькое озеро, которое являются памятниками природы и имеет собственный режим охраны. Сейчас все желающие могут пройти любимыми маршрутами литератора. В поселке организованы малая и большая тропы Паустовского различной протяженности.